Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, сейчас слышно, да? А то я сейчас опять на предыдущем стриме притащил Люсю, разговариваю в 5 минут, рассказываю всю ее жизненную историю. Такая Люся, 3 раза заходила замуж, 4 детей, 2 ипотеки, жила в Бруклине, приехала в Лос-Анджелес. И потом мне через минут 5 говорят, что Эндисон у нее микрофон выключил. Я начал плеваться, плевал всю квартиру и только потом догадался его включить. Вот! Такие у нас дела. Так, Донат уже приходил сегодня один на стриме. Так что сегодня у нас именины, день рождения, день варенья, Новый год, 8 марта. Вот любые праздники, которые только существуют сегодня у нас на канале. Потому что, ребята, у нас 5 миллионов пипук, перцев, подписчиков просто на канале. Я забыл отметить в предыдущий раз, поэтому сегодня мы отвечаем. Ребятки, еще раз. Здарова всем. Здарова каждому. Привет, последний стрим до моего отъезда. Привет, последний стрим на этой неделе. Какой у нас сегодня день? Четверг. Дружно мы сегодня здесь с вами все собрались. Поэтому 2 часика стримчанского, как обычно. Сегодня мы с вами поговорим, сегодня мы с вами попередим. Сегодня мы с вами поговорим на какие-то волнующие, жизнетрепещущиеся темы. Обсудим политику, обсудим бизнес национального Дальнего Китая. Обсудим все. Вы знаете, у нас на стриме всегда происходит какая-то дичь. Но те, кто каждый раз приходит на стримы, должны знать то, что стримы существуют только для одного и только по одной причине. Даже не для того, чтобы поиграть в Майнкрафт. Даже не для того, чтобы пообщаться. Ну, как бы для того, чтобы пообщаться, но в первую очередь для того, чтобы отвлечься от всяких тупых жизненных проблем. У всех в жизни есть какие-то проблемы, как бы мы этого не хотели. У кого-то в учебе, у кого-то по работе, у кого-то в личной жизни, у кого-то просто не прислать, у кого-то кто-то там себе палец сломал, кто-то себе еще что-то там сделал. Стримы существуют только для того, чтобы отвлечься от всех этих проблем. Я запускаю стрим только для того, чтобы ты, вот ты на него притопал и просто два часа там не посидел и ни о чём не подумал. И после стрима, возможно, я смогу тебе поднять настроение, возможно, не смогу. Но в любом случае, два часа я тебя отвлеку от всякого говна, который происходит в жизни. Вот, поэтому только для этого существует стрим. Вот, я прям сейчас запускаю стрим. А, я уже запустил спирачок для Майнкрафта, давайте вот так призы. Я ещё, да, я ещё не добавил вот эти переходы, вот эти пламенные. В субботу они уже будут. Я просто каждый день записываю по 3-4 ролика наперёд, монтирую это всё, потому что мне надо записать там больше, чем 10 роликов наперёд. Учитывая, что мы с Катей уезжаем уже в понедельник. Ну, ролики как выходили, так и будут выходить, вот. Здарова, кто в чате из моддеров есть? Вижу в чате капусту маринованную в протухшем соусе. Сторис уже есть, ребят, я уже записал. Дальше. Когда веб как у Катюхи? Ой. В лучшем случае где-то через полторы-две недели. Мы заказали новую вебку. Я уже говорил то, что с предыдущей вебкой нас кинули с Катей. Мы ждали примерно полтора месяца, пока нам её отправят. Человек нас кормил, завтра комитет, завтра отправлю, завтра отправлю. Я такой, завтра наступило. Он говорит, не получается, вебки нет в наличии, отправим через две недели. Прошло три недели. Я ему говорю, ты с ума сошёл, мы с тобой договаривались отправить вебку мне до нового года. На тот момент уже было где-то 20 мая. Пу, мая нафиг, января. Я вообще во времени попутался. Он мне говорит, а завтра отправлю. Проходит три дня, я ему говорю, и в задницу не надо мне ещё отправлять, вот это закажу с другого магазина. Всё. И после этого он мне даже не отвечал. Значит так он был заинтересован в том, чтобы мы с ним посотрудничали с этим. Чтобы я купил вебку, чтобы он мне её отправил. Поэтому будем что-то другое заказывать. Уже заказали, ждём пока она придёт. Но учитывая, что сейчас Катя уезжает со мной на одну неделю, то после этого, как она вернётся. Спасибо большое тебе за поддержку, Владусик. Едисон, можно у тебя кое-что попросить? Короче, крикни уи. Если я крикну уи, придёт мама с ремнём ко мне в комнату и будет шмагать меня ремнём и тоже кричать. Уи! Уи! Ребят, я в рау родителей дома живу. Они уже считают, что я из психушки убежал, приехал к ним домой и начал ролики записать. Они же не знают, что такое ролики записать. Когда я записываю ролики с Катей и кричу на всю комнату, они реально уже дурку вызывают. Аня Кочерышкина. Сейчас будет... Ну, просто ты всегда пишешь Аня Ка. Я буду тебя назвать Аня Кочерышкина. Сейчас, на самом деле, очень много плана. Через три дня мы с Катей улетаем на неделю. Праздновать её день рождения. Ролики записываются наперёд. Ролики как выходили, так и будут выходить. Никто в чате не вот это. Не боитесь, пожалуйста. Через месяц мы опять куда-то улетаем. Отдыхать уже... Я не скажу с кем, но с одним человеком. Тоже ютубером. Если всё, конечно, получится. Даже не с одним человеком, а вроде с двумя или с тремя мы отдыхаем. Улетаем. Я, Катя, ещё примерно где-то шесть человек. Ну, я вам не буду спойлерить. Это, конечно, только если получится. Также ролики и всё наперёд записывается. А потом, через ещё две-три недельки, Катя ко мне в Португалию приедет. Возможно, где-то на месяц. Если всё получится. То есть мы с Катей в Португалии будем месяц жить. Будет очень много влогов на втором канале. Ребят, как бы... Все эти путешествия заканчиваются тем, что мы записываем влоги. Типа, каждый раз, когда мы куда-то летим, выходят влоги. Это всегда надо помнить. Вот. Ну, почти всегда. Вот, допустим, когда я уезжаю на Алтай. Когда мне прям уже хочется конкретно одному побыть и даже ничего не записывать. Тогда влоги не выходит. Но я об этом заранее предупреждаю. И не переживайте, что я чей-то донат пропущу. Не пропущу. Ты умрёшь там или не умрёшь? Слушай... Вспотели подмышки, но я выжил. Спасибо, чёрный ч... В чате 400 рублей. Я выиграл. Вот, я выиграл. Вот здесь, Эдисон. Я выжил. Можно... Не переживайте. Я выжил. Я выжил. Я выжил. Я выжил. Я выжил. Если вы, конечно, не против, до конца стрима я буду стримить вот так. Мне просто стыдно то, что я сейчас 10 минут играл в Тин Тиран, выиграл. Вот-вот вы в чате там видели, вот я первое место занял. Я 10 минут играл в Тин Тиран, разминался, занял первое место и потом оказалось, что у меня был включен вот этот экран, а не вот этот. И в конце концов меня еще от СССР добило. 1500 рублей от СССР. Это значит, что СССР в первую очередь как бы становится самым большим топ-донатером от СССР. Хорошо. Хорошо. Уже давно хочу тебя спросить, как к твоей фамилии относились в школе? Ооо, тут уже 10 трупаков передо мной только. А, так я мёрдор. Иди в СССР. А, на самом деле, я очень сильно свои... Точнее, не очень сильно, но я стеснялся своей фамилии в детстве. У меня фамилия Перец. Если кто-то... Если кто-то думает, что это мой псевдоним, вы вот этой кукушкой рухнулись, ребят. Я сегодня прям резкий какой-то. Извините. У меня реальная фамилия Перец. Я её не менял. Я ничего не делал. С рождения у моих родителей фамилия Перец. Так же, как и у меня фамилия Перец. Это настоящая моя фамилия. То, что у меня записано в Инстаграме и ВКонтакте Перец, это я не менял фамилию. Она настоящая. И в детстве было немного такое, то, что я её стеснялся, потому что фамилия была... Ну, она была шуточная. Меня зовут, как бы, Эдуард, да? Если кто-то не знал. Здорово. Всем приятно познакомиться. Меня, как бы, зовут Эдуард, да? И... Фамилия Перец. Лера, которая наша модераторка, она лохопецкая просто. Просто лохопецкая. Вот вы видели, как я её зарубососил? Так вот, по поводу фамилий. Она у меня как кликуха. То есть меня всегда все, неважно, девушки, парни, в детстве называли Перчик. У меня кликуха была Перчик. Меня не называли по имени. Меня не называли... Называли иногда Перец ещё. Просто Перец. В основном у меня кликуха Перчик была. Вот. И как-то тогда было не очень, но со временем, когда ты взрослеешь, когда все комплексы куда-то уходят, когда тебе уже, в принципе, становится пофиг на то, что тебе думают люди. Тем более, если не думают плохо, ты им просто средний палец показываешь и иди, типа, там, куда-то, куда хочешь, на Северный Кавказ. Вот. Не в обиду тем, кто живёт на Северном Кавказе, просто как пример. И я как-то свою фамилию переделал визюминку своего канала, визюминку себя. То есть подписчиков я называю Перцами. У меня основной персонаж... Иди в задницу, только посмотри меня быть! У меня основной персонаж, как бы, на канале, это Перец. Интро моей заставки во время роликов Перец. То есть, я всех подписчиков Перцами называю. То есть, со временем, когда мне уже больше лет стало, когда я уже перестал этого стесняться, я это всё сделал, как изюминка. Поэтому, ребят, не надо стесняться за своих фамилий. Типа, как вас зовут, так вас и зовут. Чё вы поделаете? Наоборот, сделайте это приколом. Я сделал, мне это нравится. Где оно? Вот оно. Захожу на выживание и надеюсь, что я там ничего лишнего не спалю. И мы с вами хотя бы минуток 40-50 поиграем. Ой. Я прям сейчас стою на могиле. Я прям... Я взошёл на сервер выживания, я прям сейчас стою на могиле с двумя цветочками. На новой, кстати, на новой, которая находится где-то отдельно на другом острове. И проблема в том, что здесь находится и кто в этой могиле, я вам сказать не могу, естественно. Поэтому давайте я отсюда улечу к чёртовой бабушке. Сейчас, дайте я себе... Вот сейчас, 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 вот так. Я сейчас крафчу себе. Я ничего не спалю. Ну, вроде ничего не спалю. Нет, ничего не спалю. Вы никак не догадаетесь, что будет в завтрашней серии. Поэтому вот это. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok